У нас еще две команды, но они будут только завтра с утра. Но у них все есть, поэтому, видимо, им не нужны. Еще кто-то хочет вызвать? У нас есть задание. Еще подождите. Сейчас у нас есть задание от Саши и от Димы. Давай тогда иди это слушаем. Сейчас Саша слушает пяти, которые есть у него для визажа. Соответственно, потом Дима, а потом те, кто опоздали и сейчас в живую очередь. Слушай, у меня это проект по антогенизации. Это очень здорово, потому что сейчас очень актуально. Ко мне с этим проектом мы общаемся. Я бы хотел озвучить два проекта, которые не только глобальные, но и которые можно сделать за ранее. При определенном понимании врачей технологии. Первый проект – это фанкодная экспертация на врачение. Наверное, все пользовались Google по модификаторам. Это, например, для приложения он ставит его на телефон. Там есть пароль, он хранится на серверах Google. Я предлагаю решить эту задачу на блокчейне. То есть что такое фанкодная авторизация? У вас есть один пароль, но для осуществления транзакции вам нужен второй пароль. И в случае Google он хранится у Google, а в случае блокчейн – двухфакторная авторизация – он функционал блокчейн. Это можно сделать. Схему никого там в принципе нет. Это можно сделать. То есть я предлагаю вам сделать децентрализованную двухфакторную авторизацию. На любой блокчейн-системе. Можно сделать на Waves. На Southend можно сделать на биткоине. Можно сделать на e-carry. Может там что-то с каким-то смарт-контрактом попробовать. Я не знаю как. На биткоине и на Waves я в принципе пишу схемы. Подумайте. Если хотите, подходите, поговорим. И второй проект я озвучил, который ближе к токенам. Я предлагаю вам сделать gateway для, например, биткоина. На платформе Waves, например. В чем смысл? Либо не на Waves, либо на другой платформе. Например, Ethereum. То есть это элементарная система, достаточно простая. У вас есть система, которая принимает биткоины у пользователя и отправляет ему токены. В биткоинах, например. То есть токенизирует биткоину, словно говоря, на другом блокчейне. Потом она может принять ее на токен обратно и поставить человека в биткоин. То есть это элементарная схема gateway. Элементарная схема платежи и системы на блокчейне. Когда вы, допустим, рубль в переводе на блокчейн, у вас есть gateway, который принимает рубли, выдает рублевые токены. Потом принимает токены обратно, выдает рубли, получает какой-то процент. Вот попробуйте сделать блокчейн gateway для биткоина. Проще всего, наверное, сделать. На какой-нибудь другом блокчейне, например, на Waves. То есть вам нужно принять биткоина, доставить токен и еще туда видеть функциональность приема токена обратно и отправки биткоина на пользователя. Такие задачи непростые. Забывание можно легко сделать. Кроме того, приз будет выдан человеку по другому проекту, не только по-моему. Есть, допустим, хэдрог. Другой проект комитета тоже получили 10 тысяч вейс. И по этим проектам, которые я озвучил, тоже будет 32 нерей. Если выиграть глобальное соревнование, то будет 5 тысяч вейс по проектам, которые я озвучил. А если он выиграет все соревнования, то будет 10. Спасибо огромное аплодисменты.